Для Кличева в нынешнем году хороший урожай важен особенно, потому что именно здесь в конце сентября пройдет областной праздник тружеников села Дожинки. Так что в районе теперь и хлеб с полей убирают, и здания ремонтируют, и над новыми проектами работают. Об этом наш репортаж. Буквально этими днями в центре города открылся обновленный магазин потребительской кооперации. Его назвали первой ласточкой подготовки к Дожинкам. Пока все в ремонте, здесь уже наведен лоск. Почти полное самообслуживание, новое энергосберегающее оборудование, акции, карты рассрочки. В общем, новый облик и новое содержание. Первое, что я жду от Дожинок, я жду, конечно же, покупателей в наши магазины. Ну, жду положительных эмоций и жду праздника. Конечно, очень ждем Дожинок. Очень. Что хотите от этого праздника? Чтоб город наш преобразился. Подготовка к Дожинкам идет по графику. Главная площадь районного центра вся в плитке. Впереди озеленение. Высадят туи и сделают клумбы. Именно здесь будет главная сцена Дожинок. В райцентр приедут около пяти тысяч гостей. Но такое впечатление, что уже теперь площадь имеет праздничный вид. Старым зданием, построенным после войны в конце 1940-х годов, сделана современная реновация. Но они сохранили портик, колонны и лепнину. И этим очарованием старины главная Кличевская площадь отличается от других в разных райцентрах Могилевщины. Много в Кличеве делается своими силами предприятий и горожан. Есть понимание, что это нужно городу, это нужно всем нам. И кроме нас этого никто не сделал. В Кличевском краеведческом музее могут рассказать, как быстро течет время. Ведь районному центру в этом году исполняется 425 лет. В общем, Кличев был разный, и его история продолжается. Как историки имеем возможность уникальную проследить, как он развивается. Ну, наверное, лет за, скажем, 100 условно. По фотографиям, по воспоминаниям, по литературе. Это, конечно, удивительно, что сейчас происходит. Мы очень все радуемся этому. В Кличеве, наверное, почти каждая организация на свой лад готовится к дожинкам, и музей это делает тоже. Проект, который финансово поддержит программу ООН, касается устройства социального выставочного зала, где можно будет посмотреть и купить изделия местных талантливых умельцев. Почти готов новый дом на улице Советской, за закладкой фундамента которого наша съемочная группа наблюдала в начале марта. Сейчас же дом почти готов. И к сентябрю к дожинкам тут будут справлять новоселье. Но самое главное, в райцентре ремонтируют старые жилые дома. В частности, шесть домов, которые построены в 60-е годы прошлого века. На улице Ленинской ремонтируют капитально. Люди всю жизнь жили в этих домах без канализации, без водопровода. Условия жизни были просто невыносимые. И вот благодаря этому празднику у нас появилась возможность проложить канализацию в каждую квартиру и провести водопровод в каждую квартиру. И это огромное достижение, которое серьезно изменит условия жизни наших людей. Ну, мы люди мужественные, особенно женщины, да, и мы каждый день с ведерками выходили, заносили, уносили, вот так. Ну, можно сказать, мучились. Но все это уже будет, надеюсь, в прошлом. А перспектива нас радует. Здесь будет вода и канализация, а в перспективе отопление от индивидуальных газовых котлов. Так что у местных жителей есть все основания говорить, что это счастье – жить в благоустроенном доме. Ну, а кроме этого будут еще и автостоянки, в том числе и возле рынка, где в базарный четверг негде ни яблоко упасть, ни автомобилю стать. Что ждете от дожин? Ну, от дожинок что? Чтоб урожай хороший собрали, мы ждем. Дожинки, они дожинки были, это праздник просто. А главное – урожай собрать вовремя, хороший. Чтоб было за что праздновать, чтоб хороший каравай был. К работе по подготовке райцентра к дожинкам этими днями добавилась и уборочная кампания. Это не просто важный аппарат для сельскохозяйственной кличевщины, но и большая ответственность для хозяев дожинок. На поле у деревни Стоялова отряд комбайнов совпоза Ольса убирает ржаное поле. Зрелище это, скажем прямо, величественное. И привлекает не только аистов, которых здесь в шутку зовут агрономами, но и туристов, которые останавливаются и показывают детям, как убирают хлеб. Урожай в этом году, чтобы не хочется сурочить, как говорится, что-нибудь, но будем говорить так, не хуже, чем в прошлом. А хотелось бы и лучше. Ну, хотелось бы и сцеплят по осени считает, посмотрим, когда закончится уборка, какой будет урожай. Я скажу, что в этом году, я думаю, что мы соберем больше хлеба, как бы погода благоприятствует. Проходят дождики на наших землях, суписях, песках. Конечно, это очень главное. Хлеб вызрел и налился, так что район готов к уборке и надеемся на очень хорошее урожай. Совхозу Ольса нужно убрать полторы тысячи гектаров зерновых до 20 августа. Механизаторы ожидают хорошей работы, заработка и урожая. Работа идет прекрасно. Погода радует, все хорошо. Техника тоже не подводит. Николай убирает хлеб вместе с отцом с 16 лет. И уже второй сезон сын комбайнер, а отец помощник и советчик. Владимир – инженер в хозяйстве, но в него сам готовит и ведет комбайн. Так надежнее для себя, хозяйства и родного района. Ну и в принципе сухой погоды и полного колоса им всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok